Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас я вам покажу, как мы выносим ежемесячную, скажем так, норму бактерий. Значит, перед тем, как внести, перекапываем пол. Как видите, я добавил опилок свежих, перекопал сверху пол. Как бы подстилка должна быть влажной. В общем, поехали. Предварительно бактерии были разведены по инструкции в воде. Постояли там какое-то время, полчаса, по-моему, надо. Температура воды была определенная. И вот теперь мы этим составом его, точнее, вносим. Вносим, вносим. И там, значит, крупа вот эта, на чем сами бактерии, в принципе, живут, разводятся. Ее, естественно, тоже выливаем на пол. Дай мне мешок. Дайте мне. Все, теперь сверху мы засыпем еще два мешка. Два мешка опилок. Значит, опилки желательно, конечно, брать как можно крупнее. Из-под бензопилы самое оно было. Но у меня нет возможности брать такие крупные. Ой. Позже дай мне танец. Поэтому мы, ну, скажем так, маемо-шумаемо. Берем, они у нас мелкие, из-под пилы. Ну, даже такими опилками мелкими вполне все работает. Единственное, конечно, желательно почаще перекапывать. Ну, и, соответственно, самое главное, придерживаться нормы. Нормы площади на свинью. Если там написано 2,75 метра квадратных на одну свинью, так должно и быть. Потому что в этом сарае можно, допустим, 4 вырастить, 3 свиньи. Ну, 2 точно. Но это будет очень много. Слишком большая нагрузка будет на пол, соответственно, он не будет справляться. Они превратят его в болото. Это по поводу тех видео, которые там и стоит в интернете. Люди рассказывают, что оно не работает ничего. Поверьте, у меня 4 года уже все это работает. Все прекрасно работает. Это единственное, надо, да, иметь в виду, что пол должен быть, ну, площадь пола рассчитываться на голову, допустим, там. И то же самое свинья. Если свинья считается, древнестатистическое, 100-110 килограмм, а здесь сидит 300 килограмм свинья. Вы должны понимать, что это 3 свиньи, грубо говоря. Поэтому тоже обращайте внимание. А не сразу кипишуйте, там, создавайте какие-то непонятные движения. Подстилка прекрасно работает. И даже, честно говоря, в особо частой перекопке не нуждается. Единственное, в зимнее время, из-за того, что она слишком горячая, происходит ее, ну, помещение у меня не очень приспособленное. И вот то помещение, которое без потолка, сильно, сильно это самое, потеет, скажем так. Соответственно, влажность повышенная, она увлажняется, требует ухода, ну, то есть перекопки чаще. Наступает лето, и я, в принципе, ее особо не копаю. Раз в неделю по свободе зайду, выкопаю яму, закопаю туда говно, но, потому что свиньи настолько животные аккуратные, что ходят в туалет в одно место. Соответственно, научить их срать по всему сараю очень сложно. Некоторые у меня есть свинья, которые постоянно перерывают пол. Вот замечательная свинка, ей ничего не надо. Пол вечно перерыт, у нее характер такой, в говне искать что-нибудь хорошее. Но есть такие, чтобы говно не дотронуться. Соответственно, с одной стороны лежка, с другой стороны туалет. И вот тогда приходится это все дело менять местами. То есть перекопать. Как видите, копать, в принципе, не сложно. Ну, хотя если площадя большие, то задолбешься. Если бы я строил сарай огромный, я бы сделал въезд для мотоблока. И мотоблоком бы гонял бы по нему. Вот реально. Сделал бы такое, чтобы по длине, в одну длину было. И там какие-то перемычки, перекрывать их, чтобы можно было... Эх, как давал бы мотоблоком. Мотоблок бы отлично перемешивал все. Ну, лопата занимает, как видите. Сколько там времени шло введете? Пять минут. Пять минут времени мы внесли. Все, теперь можно загонять свинок. И они будут продолжать месяц засирать нам подстилку. Не надо ничего, пока на фигу все будет прекрасно работать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пускай в вашем сарае никогда не будет запаха ни говна, ни свиней. А будет чистый воздух. Всего доброго.